Брагинский район – один из самых потерпелых. Увы, не кучарнобырской катастрофы. В полной частности стояло пытание о полном отселении городского поселка. Зараз, правда, ситуация изменилась, и людей уже хвалюют не только экологичные пытания. Что от лица миграционных процессов, то зараз Брагинский район от инших ничем не адрознивает. Некто приезжает, некто изменяет адрес на иншие регионы. Если не игноровать парады в ученых, то жить тут можно без шкоды для здоровья. Тем более, что медики местных жахаров без уваги не покидают. Беда и самая отметная рыса Брагинского района – он сельскохозяйственным регионом. А тому и районный бюджет у значной ступени задержит от вынеков работы аграрного сектора. На жаль, сегодня тут есть проблемы, вырышить всякие только на местовом узровне немогчимы. Брагинский район является сельскохозяйственным регионом, и как будет развиваться сельское хозяйство, зависит во многом благосостояние населения района. Трудности сельскохозяйственных организаций, износ техники и нехватка денежных средств для ее приобретения является одним из факторов, сдерживающих развитие сельхозорганизации. Для обновления сельхозтехники нужны дешевые кредиты. Социальная сфера Брагинского района от инших регионов все не так само не адрознивается. Музеи, установы аховы здоровья, дитячие сады и школы – уж матчим подобные проблемы, характерные для инших невеликих регионов. В той же Брагинской школе, например, кадровое пытание. Уродженцы инших городов после обовязковой отпросовки, звычайно вертаются до дому. Правда, наставника початковых классов, делегата пятого Всебелорусского народного схода, Светлану Будник, как это не тычется, переезжать она не сбирается. А тому на форуме планирую подчеркнуть отказы на пытания, какие можно назвать для района наибольшие актуальными. Надеюсь, что во время проведения собрания будут подниматься вопросы, которые волнуют каждого из нас. Уровень заработной платы, качество медицинских услуг, благоустройство наших населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в малых городах и поселках. Являясь участником народного собрания, думаю, что получу достаточно информации о социально-экономическом развитии страны на ближайшие годы. А также хочу услышать предложения по дальнейшему развитию системы образования. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель», Брагинский район.